Ну вот мы и на пляже. Смотрите, как здесь красиво. Так, Кевин. Кладуня, Биля, выходим. Я первый пойду. Я первый, привет, деда. Пап, как тут круто, обожаю озеро. И Вася. Выходи. Мам, так хорошо тут устроился. Сейчас, ой, застрял. Как всегда. Ух ты, тут просто кайфово. Еще место такое нашли. Среди сосен. Зай, я на минутку в туалет отойду и вернусь. Кевин, ты куда полез? Давай, вылезай оттуда. Мам, я просто смотрел тут. А что-то папы долго нет. Пойду его проверю. Пап, у тебя тут все хорошо? Ты что-то так долго? Кевин, срочно позови маму сюда. Что случилось, зверопапа? Зая, смотри, что тут. Всякие страшные объявления расклеены. Уважаемые отдыхающие, не заплывайте за буйки. На пляже замечены злые русалки. Пропала женщина на глубине. Плавайте осторожно, не заблывайте за буйки. И здесь еще что-то. Пропала собака, черный шпиц. Откликается на имя Васька. Звоните. Что за ерунда происходит на этом пляже? Но самое жуткое среди этого, это злые русалки. А посмотри, сколько там отдыхающих. И вон там женщина плавает прямо за буйками. Она наверняка не видела эти объявления. Зверопапа, нам надо срочно взять что-то плавательное, может какой-нибудь катамаран, и предупредить ее. И найти это место со злыми русалками. Мы же не можем подвергнуть такой опасности столько людей. И еще это птица, которая предупреждает о чем-то. Быстро все в переноске и за лодкой. Туда. Мам, пап, вода сегодня какая-то... Неспокойная. И ветер такой сильный дует. Что-то у меня плохое предчувствие. Мне нравится мне это. Я, пожалуй, поближе к вам. Вдруг сейчас какая-нибудь штука из воды меня схватит, и что я буду делать? Кевин, какая еще штука схватит? Русалки нападают только когда ты в воде находишься. А на катамаране как они нас достанут? Нет, Кевин, отставить панику. Мы здесь не для того, чтобы отдыхать. Нам надо понять, в каком месте это все происходит. Вы знаете, что русалки живут в самой глубокой точке под водой. Нам надо каким-то образом это определить. Обычно в этом месте очень холодная вода и самое сильное течение. Извините, а можно нас тоже выпустить? Конечно, Билли. Просто мы были слишком близко к берегу, и я очень боялась, что ты можешь сбежать. Ну, наконец-то! Ура! А, водичка! А плавать можно сегодня? Конечно, можно, Сладуня, если хочешь, чтобы тебя съели русалки. Но я просто обожаю воду! Мне так хочется хоть немножко поплавать. Баб, может, ты мне разрешишь? Нет, Сладя, плавать сегодня точно не получится. Но мне хочется! Смотрите, там что-то плещется в воде. Хвост какой-то! Где, Сладун? Я ничего не вижу. Так, давайте создадим все условия на катамаране. Мне кажется, нам придется сегодня провести тут очень много времени, поэтому у нас должно быть здесь комфортно. Я взяла вот такой вот пледик. Давайте, располагайтесь, садись. Мама, игрушки взяла какие-нибудь? Конечно, для тебя я взяла мячик. Зверопапа, дай-ка в пакете мяч. Вот, держи. Это для тебя. Это мой? Спасибо, ма! Билли, только будь, пожалуйста, аккуратнее. Если мяч улетит туда, за ним придется плыть. Этого мне очень не хочется. Зверомама, ты только посмотри, какое сильное течение сегодня. Нас уже под мост сносит. Если нас сносит под мост, значит, с вероятностью 99,9% подводный мир русалок где-то там. Потому что у них есть такая история, что когда они засыпают, они же ночью спят на волнах и их сносят течением. Значит, наш катамаран ведет нас в правильную сторону. Деда, ты был прав, кажется. Там под мостом что-то плавает, смотри. Вон, жёлтенькая. Давайте скорее левая руля и туда поплыли. Там правда что-то есть. Какая-то суперкрутая улика. Кажется, сейчас мы разгадаем тайну подводного мира русалок. Очень быстро. Скорее, эту штуку сносит течением. Нужно немножко направить нас в другую сторону. Сменить курс. А что это вообще такое-то? Пап, мне что-то страшно становится. А вдруг это что-то опасное? Не переживайте, я тут всё контролирую. Я смотрю в оба глаза. Пап, можно к тебе? Давай, Сладя, иди сюда ко мне. Деда, помоги. Скользко лапом. О, всё, я здесь буду сидеть. Поплыли. Мы уже под мостом. Вот, вот она, вот она. С левой стороны, смотрите. Зверопапа, ты проплыл. Зверопапа, вот она. Где? Там какой-то корабль. Мне её не видно. Кажется, она сейчас будет с твоей стороны. Вон он, вон он. Я глядываю, здесь нету. Зверопапа, нашёл? Да, вижу его. Хватай, что это? Что это такое? Дай сюда. Пахнет какой-то рыбёшкой. Баба, что это мы нашли такое? Это я увидела, это я увидела. Что это? Не знаю, Сладун, кажется, какая-то ерунда. Сейчас посмотрим. Слушай, Зверопапа, когда ты это достал, мне показалось, что это какая-то ерунда. Но посмотри внимательно. Это же кусочек хвоста русалки. Посмотри, какие волосы на нём. Как раз в середине июля или в конце июня они меняют свою чешую на более новую. И это, кажется, результат их линьки. Русалка полиняла, и это кусочек её хвоста. Мы на правильном пути. Смотри, что это за объявление там висит, вот там на столбе. Вот, пап, почти рядом, пап. Левая руля, правая руля. Есть, капитан Сладун. Куда едет? Есть. Левее. Держим скорость. Вот, Зверопапа, если ты подплывёшь близко, я смогу. Аккуратно, нет, наш кономарант сейчас врежется. Нет, 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 нет. Ты что, я же профессионал в этих делах. Видишь, как аккуратненько я всё делаю. Я контролирую, мам. Проплываем на минимальном расстоянии от трубы. Забирайте. Кажется, можем достать. Здесь такая паутина страшная, Зверопапа. Мне больше интересно, кто мог сюда объявление вообще повесить и кто его здесь будет читать. Зая, что-то нас оттуда явно отталкивает. Зая, давай, постарайся. Посмотри, поворачиваю влево, стоим на месте, вообще невозможно развернуться. Надо приложить все усилия, это явно что-то важное. Очень сильное течение, кто-то не хочет, чтобы мы это сорвали. Мы близко, готовься. Да, я готова, Зверопапа. У нас нет права на ошибку сейчас. Нет, Зверопапа очень далеко. Все, есть. О, нет. Сладун. Осторожно, на глубине плавают зубастые рыбы. Нырять запрещено. Зверопапа, я все, конечно, понимаю, но почему это объявление висит не на пляже, а внизу, на большой глубине, на столбах? Каким образом отдыхающие должны его увидеть? Еще и птицы так низко летают, посмотри. Что это за странное мистическое объявление? Еще и зубастые рыбы. Это что, пираньи? Ну, разве пираньи водятся в озерах? Это же обычно где-то на море. Я ничего не понимаю. Едем дальше. Может быть, еще что-то найдем? По крайней мере, зацепки уже есть. Штурман Билли Бой. Видно что-нибудь на горизонте? Пока ничего, пап, глухо. Что-то увижу, доложу сразу. Гляжу в оба глаза. Деда, деда, стой, срочно, стой, смотри, смотри, что это в воде. Нет, назад, сдвинься назад, там что-то было. Там, вон, вон там, прямо, посмотри. Прямо внизу, вот, вот, уносит течение, смотри, быстрее. Что там, Сладя? Я ничего не вижу. С какой стороны это было? На что похоже? Где? Сладун, ты пошутил? Нет, баба, правда, смотри вниз. Нет, зверопапа, тут ничего. Зверопапа, зверопапа, еще назад, сдай, сдай назад. Я не знаю. Что, вот, это ее я видел, да? Зая, что это? Дай мне посмотреть. Голова куклы. Подожди, я пытаюсь всему найти логическое объяснение. Ну, это же пляж. Здесь кто-то мог играть и случайно, случайно нет. Но почему плавает только голова? Не очень понятно, конечно. Но я бы не стала связывать это с какой-то мистикой. Ведь теоретически люди могли заиграться на берегу и... Такое получилось. Не знаю, не знаю, зверомама. Что-то не похоже, что кто-то в это играл и потерял. Больше похоже на какой-то обряд, честно говоря. Это еще и мистический. Дайте-ка я пройду вперед. Обычно оттуда мне лучше видно. Ты не против, деда? Нет, я не против, Ладон. Что-то слишком много мистики за эти 10 минут произошло. Может быть, мы лучше что-нибудь перекусим вкусненькое? Я слышал, баба там взяла дремесы. Я бы хотел устроить пикник. Опять нас под этот мост сносит. Еще и винт так странно болтается. Будто сейчас оторвется. И вы слышите эти звуки? Очень страшные звуки. Сладун, эти звуки исходят от моста. По ним ездят грузовики, а мы находимся под ним. Нет, я слышу пение. Деда, ты слышишь пение? Пение? Нет. Но я помню, что когда последний раз я слышал пение, ничего хорошего не было. Да, злые русалки заколдовали тебя. Пап, ладно, давайте поедим вкусняшки. Я уже начинаю паниковать. Я тоже хочу вкусняшки. Как мне до тебя дойти, мам? Папа, мой... Котики, вам я взяла вот такие вкусняшки. Билька, а тебе вот такую огромную. Держи, это тебе. Сладунь, а для тебя вот. Девик, будешь триммис? Нет, мам, не люблю я такое. Тогда я съем за него. Что это? Подожди, Сладун. Этот звук оттуда, Сверопапа, ты слышишь? Да, я тоже слышу, что он оттуда. Скорее, плывем в ту сторону. Подожди, Деда, я уже еще не сел на корму. Как я буду командовать? Пропусти меня. Да, я тоже вижу. Смотри, Сверопапа, там какая-то палка торчит ровно на середине озера из воды. Правее, правее. Деда, можешь меня повыше приподнять? Мне надо там кое-что глянуть. Не могу, не вижу отсюда. Можешь, бери меня. Я сейчас такое тебе покажу. Вот, смотри, там слева. Где, Сладун, командуй? Вот туда. Видишь, правее прыгай. Вот там что-то есть. Пап, можно мне воду потрогать? Сладя, даже не вздумай. Но мне хочется плавать. Чего вы мне все время запрещаете? Сверопапа, 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 справа, справа, справа. Да, да, ты видела, мама? Повернись направо. Там, мама, ты что-то посмотрела из воды. Сверопапа, это была подзорная труба. Огромная труба высунулась из воды прямо над твоей головой. Я видел ее своими глазами, бери видел. Кто-то наблюдает за нами с самого дна. Да, вот там. Я не ошибаюсь, запомни это место. Открой срочно навигатор, запомни точные координаты. Похоже, подводное царство русалок находится именно здесь. Мне точно не показалось. Она еще, знаешь, огромная такая. Вот таким размером, прямо над твоей головой. Жалко, я не успела это снять. Деда, надо плыть левее. Она была там. Можешь дальше проплыть? Куда, Сладун? Я не знаю. Это где-то была вот там или там. Деда, обернись срочно, обернись. Да, она пытается. Ты схватил? Да. Тихо. Я держу ее. Давай. Я вижу руку. Е-мое, там какая-то рука старой бабушки. Давай, тяни. Что это? Все понятно. Там зеркало внутри. Это настоящая подзорная труба подводная. Они наблюдают за нами из-под лодки. Значит, они где-то здесь. Только кто они? Русалки? Конечно, русалки. Зверопапа. Мы нашли точку, где они живут. Получается, прямо под нашим катамаратом сейчас русалки? Это очень страшно, учитывая то, что они совсем недобрые существа. А? А? Что-то раскачивает лодку. Зверопапа, я заметила. Держимся. Билли, ко мне. Ко мне. Срочно ко мне. Зверопапа, крути педаль. Крути педаль, иначе мы пойдем ко дну. А вдруг эти русалки начнут нападать на нас? А ты не заметил, что они уже за нами охотятся? Как-то ты, по-моему, проспал все самое интересное. Пока больше никакой информации у меня нету. Ничего не видно. Мне тоже из-за того, что ты мне хвост постоянно на голову кладешь. Эх, пока отдохну. Я больше не буду спать. Я буду вам помогать. Я просто ночью не выспался. Папа, как всегда, громко храпел в палатке. Эх, я тоже пока отдохну. А ты, Кевин, теперь дежур. Ладно, ладно, разоспались тут все. Кевин, вообще-то я тебе предлагала дримис, и ты отказался. Да он в полусне был, мам. Он ничего не понимает, когда спит. Зая, мне только что в голову пришла просто гениальнейшая идея. Мы взяли вот этот перископ у русалки, предположительно, да? Она же за нами следила. Так получается, если мы его перевернем, мы можем увидеть, что в подводном мире творится. Давай попробуем. Да ты гений, Зверопапа. Как нам это сразу в голову не пришло? Конечно, и мы как раз находимся в той самой точке, где они начали раскачивать нашу лодку. Ты видишь, какой сильный ветер поднялся? Это же их стихия, они злятся. Давай скорее смотреть, как им пользоваться. Зверопапа. Зверопапа, ты должен это увидеть. Огромные яркие хвосты плавают прямо под нашей лодкой. Это такая красота. Плывут прямо за нашей лодкой. Нам надо срочно на берег. Зверопапа, я тебе честно говорю, они злые. И у них рты, как у пожирателей такие, знаешь, трубу пожирателя. Они очень страшные. Зладун, Зладун, не подходи. Зладун. Зладун, ко мне. Едем, Зверопапа. Иди ко мне скорее. Что происходит? Папа, что? Папа, папа, мне страшно. Я не знаю. Папа, 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 папа. Берег, нам осталось чуть-чуть Но наша миссия же не закончена Нам придется вернуться сюда Да, но нам надо подготовиться Надо взять что-то, чтобы мы могли победить этих русалок Это точно Очень стрёмно так У нас даже купальников нет с собой Все, ребята, мы приплыли Это было очень страшно У меня ощущение, что эти русалки так и плывут за нами Хотя я прекрасно понимаю, что здесь уже не так глубоко Ребята, если вам это видео понравилось И вы поддерживаете нас И поможете нам справиться с этими подводными силами То, пожалуйста, поддержите нас своей активностью Поставьте много лайков Пишите свои комментарии И мы вас всех ждем в нашем телеграм-канале Там наша жизнь в режиме онлайн Вот он на экране Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok